Сельские робинзоны, обитатели хутора Покровка, что в Подгоринском районе, в эти дни чувствуют себя островитянами. Речка Сухая Россош, которая отделяет их от цивилизации, вышла из берегов и затопила единственный мост, связывающий хутор с материком. Выручает грузовик повышенной проходимости. Утром и вечером местные плывут на нем, на работу, в школу, в магазины. Как живет и чувствует себя сейчас остров Покровка, увидел Никита Селезнев. Остров Покровка, как его называют сами жители, уже больше недели отрезан от внешнего мира. Вокруг хутора поля и лесостепь, а мост затоплен рекой Сухая Россош. Ее уровень поднялся больше, чем на метр. Единственный транспорт, способный проехать по подводной переправе и не намочить своих пассажиров, это высокий грузовик с повышенной проходимостью. Каждый день жители хутора Покровка вот таким вот образом добираются до работы или до учебы. Переправа на Урале работает с 7 утра до 10 утра и с 3 до 7 вечера. Жителям этого вполне достаточно, ведь их количество не превышает 30 человек. С утра на работу, а вечером домой по воде. Хутор Покровка, это именно тот хутор, который сейчас как бы оказался на той стороне за речкой Сухая Россош. И вот этот низководный мост сейчас затоплен. Ну это происходит периодически, потому что по проекту этот мост, он затапливаемый. Вот это место, так скажем, ландшафтом природным так вот создано, что это место оно всегда затапливает. До домов оно никогда не подходило, но вот это всегда, вот сколько здесь живут у нас люди, всегда здесь затапливало. И в советские времена, и сейчас. Потому что, скажем так, севернее немножко, там сливаются речки. Гнилая Россош, сухая Россош и по опу в ручей. С водителем Урала местные жители сразу же обменялись телефонами. Его машина – единственная возможность попасть на так называемый материк. Если идти вброд, то воды будет почти по горло. Да и температура ее пока, мягко говоря, низковата. Сами жители не паникуют. Для них половодие – привычное дело. Ажиотажа в продуктовых тоже нет, ведь переправа работает по 7 часов в день. Живут на хуторе в основном пенсионеры. Им добираться до магазина тяжело. Выручают знакомые. На той стороне живет очень хороший мой знакомый. Так как у него родственников нету, не в Воронежской даже области. Он сам с Москвы, но питаться ему в туйбищ никак. Он меня просит, я привожу ему продукты. Она в декабре четыре раза разливалась. Но зимой мне полегче было. Я приезжал, его забирал, сам возил его в районный центр. Там он сам скупался и назад я его отвозил. А так человек один, у него никого нет вообще. Поэтому приходится помогать. 12-летняя Полина, несмотря на половодие, в школу ходит. Вернее, уже практически плавает исправно. Причем без опозданий. У Поли пять братьев и сестер. Троим до учебы еще нужно дорасти. А двое ее уже закончили. И помогают родителям воспитывать ребятню. А Полина каждый день катается на занятия на Урале. Говорит, одноклассники обзавидовались. Ну, мне нравится. Иногда было страшно, когда первый раз поехала. Еще вода забывалась. Хвалишься одноклассникам, что на такой машине ездишь? Да. И как они тебе завидуют? Ну, они говорят, прикольно, я бы тоже хотела. В прошлом году не так было сильно. Разлив такой. А в этом году уже сильно. На самом же острове атмосфера умиротворяющая. Особых неудобств жители не испытывают. Электричество есть, газ тоже подведен. Даже пожарная машина присутствует. Автомобиль переправили сюда еще до половодья. Каждый день на хуторе дежурит караул из двух человек. Ночуют у своего бывшего сослуживца, который здесь живет. До этого как бы лодки были, ну и не было таких значительно поводков. И в этом году было принято такое решение сначала отправить автомобиль. И также организовать пост здесь в количестве двух человек. Также с восьми до восьми дежурим, с восьми вечера до восьми утра. Профилактику проходим. Объясняем, чтобы в мерах безопасности. То, что еще сезон, как видно, еще холодно. Люди, здесь в основном печное отопление везде в домах. А здесь, наверное, несколько домов газифицированных. А так в основном все топят печи. За время нашего визита река заметно отступила. Из-под воды показались поручни моста. Местные выдохнули. Судя по всему, уже довольно скоро они снова смогут добираться до дома не вплавь и не на Урале, а на обычных машинах или велосипедах, которые пока терпеливо ждут, когда праздник придет и на их улицу.